Каждый человек, стоит он на этом митинге или вообще политикой не интересуется, он понимает, что под черной шапочкой, если снять ее, там будет не Колян или Семен Семенович Горбунков. Если сорвать шапочку, чье лицо свежее и красивое после недавней подтяжки мы увидим? Он был молодой и дерзкий. Кто сажает людей? Кто сажает людей, чтобы красть? Кто сажает людей, чтобы сделать своих одноклассников, одногруппников и заслуживцев миллиардерами? Любил свою жену, детей и дело, которым занимался, несмотря на всю его опасность. Привет, это Навальный. Отовсюду я слышу стоны и причитания. И куда ни глянешь, обязательно увидишь человека, который рыдает под впечатлением того, что Путин получил так много процентов и смог добиться самой высокой явки на свои липовые выборы. Но не учитывал суровых российских политических реалий и думал, что если Кремлю не получилось его отравить с первой попытки, то смерть будет и дальше обходить его стороной. Аппетит у всех колоссальный. И это только Путин, а Медведев, а все министры, а сами эти Миллеры, Ротенберги, Ковальчуки и Тимченко. Никогда не наворуются. Наоборот, будут красть все больше и больше до тех пор, пока не разорят всю страну. Но его внезапная смерть в российской колонии в Заполярье и дальнейшие кощунственные действия российских властей, которые соглашались выдать тело Навального и его матери только при условии, что его тайно похоронят, чтобы не вспыхнули протесты, потрясли весь мир. Шок и возмущение охватило всех. После того, как стало известно, что в российской тюрьме умер один из самых резких критиков Путина, лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Как сообщается, это произошло после фатальной прогулки. Родственники Навального говорят, что их шантажируют, отказываясь выдавать его тело. Опыт целой серии политических ликвидаций, организованных Кремлем, на примере убийства Навального показывает. Контакт критиков режима с его карательной системой смертельно опасен. Ведь для Путина не существует норм морали, а поэтому любая игра по установленным им же правилам всегда для него выигрышная. Это все равно, что в процессе турнира по шахматам агрит своего оппонента по голове шахматной доской. Вот именно этой доской и являются киллеры-ФСБшники, которые занимаются политическими убийствами. Проще говоря, устранением неугодных Путину людей. Они гражданские? Что? Они гражданские? Ты не слышишь? Гражданские? Вы гражданские, конечно. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет. А вы? Пехяне. Я нет. Когда Мишкин и Чипига провалили задание по отравлению семьи Скорополей в британском Солсбери, Путину пришлось врать, что Лондон принял Петрова и Баширова обычных россиян, интересующихся британскими средневековыми шпилями, за агентов ФСБ. Что вы там делали? Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Солсбери? Да. Прекрасный город? Да. Мартовское путешествие в ненастный Лондон и в популярный у туристов Солсбери вылили в события, после которых жизнь двоих молодых мужчин уже не будет прежней. Ажиотаж вокруг этих двух молодых людей разгорелся небывалый. Британский Скотланд-Ярд объявил их отравителями перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Британская пресса уже успела сообщить, что их давно ликвидировали, что их сдал Крот в одном из российских посольств. На родине Агата Кристи вообще очень любят замысловатые шпионские сюжеты. Но реальность оказалась куда прозаичнее. Официально Лондон солгал, когда заявил, что фамилии Петров и Баширов вымышленные. Вот, пожалуйста, реальные люди с настоящими фамилиями. Понятно, что это уже не первая и далеко не последняя ложь, звучащая из Лондона в отношении России. Британия неоднократно становилась объектом визита киллеров из ФСБ. В октябре 2006-го два сотрудника российских спецслужб Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун вылетели в Лондон для встречи со своим давним знакомым Александром Литвиненко. После чего тот умер в результате отравления редким радиоактивным полониям-210. Луговой избежал наказания в Британии, а российские власти наградили его мандатом депутата Госдумы, сделав таким себе борцом с предателями Родины. Для британской полиции это главный подозреваемый в деле об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Но у себя на родине Андрей Луговой примеряет амплуателя ведущего. Литвиненко не угодил Кремлю тем, что в конце 90-х не выполнил задание ФСБ по ликвидации олигарха Бориса Березовского и рассказал об этом прессе, а заодно и про коррупцию в спецслужбах, когда их возглавил Путин. После серии уголовных дел, открытых ФСБ против Литвиненко, он, опасаясь за свою жизнь, бежал в Британию. Когда же в 99-м Путин собрался в президенты, Литвиненко предположил, что многоэтажки, которые одна за другой стали взрываться в России, это дело рук ФСБ, а не чеченцев, на которых эти взрывы пыталась свалить путинская команда ради поднятия рейтинга своего кандидата. Когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это... Вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Они этот дом заминировали, и по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку, и начали искать террористов. И буквально через полтора дня они их нашли. Задержали этих людей, и эти люди оказались офицерами ФСБ. Весьма загадочными стали и убийства Анны Политковской и Бориса Немцова от рук чеченцев, в то время как Политковская недоумевала, за какие такие заслуги Кремль наделил неограниченной властью 27-летнего Рамзана Кадырова. Это бриллианты, наверное, да? Ну, говорят, я не разбираюсь. Сельский парень. Немцов уже в конце второго срока Путина предсказал скатывание России в диктатуру в случае, если тот останется у власти. Россия не Америка. И поведение Путина, как будто он в Белом доме сидит, вот это, на мой взгляд, огромная ошибка. Теперь, к чему эта ошибка приведет? Первое. Гонка вооружений. Сейчас Россия тратит на оружие 40 миллиардов долларов. Это около 20% бюджета. Ну, Россия будет тратить, допустим, в два раза больше. Деньги придется брать у кого? У пенсионеров, у учителей, врачей. Таким образом, важнейшая проблема России, а именно бедность. Бедность. Когда моя мама получает пенсию 100 евро и платит за квартиру 70, у нее на жилье остается 1 евро в день. Путин будет заниматься производством оружия в это время. И 25 миллионов человек живут меньше, чем на 2 доллара в день. 25 миллионов. Путин будет строить танки и ракеты. Это очевидно. Гонка вооружений. Раз. Второе. Международная изоляция. То есть, исключение России из большой восьмерки. Большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Очень большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Я уверен в этом. И сколько бы Берлускони не любил Путина, вместе с Саркази на пару, да, все равно есть общественное мнение, которое, ну, очевидно, они должны учитывать. В противном случае их просто избирать никуда уже не будут. Поэтому, очевидно, будут санкции. А вот что Немцов говорил про гибридную войну Путина в Украине буквально за несколько дней до своего убийства. В своем последнем интервью он призывал выйти на антивоенный марш весна 1 марта 2015-го. В итоге марш состоялся. Но это был уже марш памяти Бориса Немцова. Путин достроит на эскалацию войны. Очевидно, что поставки оружия в Украине неизбежны. Нравится кому-то, не нравится кому-то. Поставки оружия в Украине неизбежны. Это скорее Путин добивается таких поставок. Чтобы перевести эту войну как бы не в противостояние русскому народу, а в Украине, чтобы перевести эту войну в противостояние России, это выявка проклятого Ганилова закону. Немцова убили в трехстах шагах от Кремля штатные сотрудники МВД России в Чечне, подчиненные верному пехотинцу Путина Рамзану Кадырову. За расследованием дела Немцова, убийства Бориса Немцова следите, продолжаете следить? Что, это совершили, совершили преступление в Чечне в Республике было, что ли? Или я должен, или я в следственном комитете работаю, что ли? Нет, конечно, да. Я вижу, что расследование убийства, оно просто остановило. Следствие и там любые правоохранительные органы понимают, что нужно делать, кого нужно задерживать, кому нужно допрашивать. Это в первую очередь Дилиймханов, во вторую очередь сам Кадыров, но этого не происходит. Что касается Навального, то разоблачая кремлевских жуликов, он недооценил беспринципность противника. Его расследования, как кость в горле, постоянно мешали Путину и его окружению, бесстыдно разворовывать Россию, узурпировать власть и фальсифицировать выборы. Как многие уже сказали, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. После выхода фильма Навального «Он вам не Димон», многие россияне осознали, что бывший муляж президента России Дмитрий Медведев по прозвищу Айфончик никакой не либерал и гаджетоман, а весьма выдающийся коррупционер из путинской шайки. Бывший президент, действующий премьер-министр, лидер правящей партией «Единая Россия» почти открыто создал коррупционную сеть благотворительных фондов, через которую получает взятки от олигархов и просто маниакально строит себе дворцы и дачи по всей стране. Покупает яхты и средневековые замки за границей. Чем больше комментируешь всяких обормутов и проходинцев, тем для них лучше, они, собственно, на это и рассчитывают. Но Навальный в полной мере не осознал, с кем связался, и не оценил всю опасность, которая его ждет впереди. Новичок разрушает нервную систему, и нужно восстанавливаться, но все будет очень хорошо, и я поправлюсь. Ну, это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то, понимаете? Если бы хотели, довели бы до конца. В итоге роковой ошибкой Навального стало то, что он решил пожертвовать своей свободой, чтобы показать всем россиянам, как можно не бояться режима Путина. Вернувшись в Россию после лечения в Германии, он наивно вверил свою жизнь в руки государственной репрессивной машины, параллельно с этим выпустив свой самый громкий и последний фильм расследования про дворец кремлевского тирана. Сегодня мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь, и как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец. И Путин без малейших угрызений совести воспользовался возвращением Навального. Его цинично кинули за решетку по фиктивным обвинениям, которые были ранее сфабрикованы для того, чтобы не допустить оппозиционера к президентским выборам 2018-го. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно хочу это подчеркнуть. Игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и развнестил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Навальный своей деятельностью как будто говорил Путину, несмотря на то, что ты сейчас сильнее, дни твои сочтены. И я буду свидетелем твоей политической смерти, а не наоборот. Но жизнь в России не голливудский фильм со счастливым концом, где добро всегда побеждает зло. И Путин с подельниками в очередной раз продемонстрировали кровавую сущность режима. Теперь слова Навального перед его роковым возвращением в Россию звучат как завещание всем здравомыслящим россиянам. Ну не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. У нас принято говорить о ушедшем или сорошее, или ничего. Ничего сорошего про него я сказать не могу. Раз вы об этом заговорили, посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернул свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это все печально. Так смерть Навального прокомментировал главный герой его фильма «Он вам не Димон» Дмитрий Медведев, не забыв упомянуть и загадочное убийство в Испании российского пилота-вертолета Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины и перегнал через линию фронта российский Ми-8 прямо в руки украинских защитников. Газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на слова местных полицейских, отмечала, что пули практически изрешетили российского пилота. Собаки. Собачья смерть. Убийство Навального произошло сразу после интервью Путина американскому консервативному журналисту и трамписту Такеру Карлсону. Таким образом, кремлевский тиран избежал одной из самых некомфортных для себя тем, которая, может быть, и не была бы затронута, но постоянно висела бы в воздухе во время их разговора. Тем не менее, про еще одно политическое убийство речь все-таки зашла. Путин фактически признал, что готов обменять журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого арестовали в прошлом году за якобы шпионаж, на настоящего киллера, российского агента ФСБ Вадима Красикова. В 2019-м он убил в Германии Зелимхана Хангашвили, чеченского полевого командира времен Второй Чеченской войны и грузинского военного офицера во время Российско-Грузинской войны 2008 года. Есть определенные наработки, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Ну, нашелся патриот, который ликвидировал в одной из европейских столиц. Вот сделал он это по собственной инициативе, или нет, это другой вопрос. Ну, вот он... Да, но Иван Гершкович ничего подобного не делал. Это совершенно другая история. Он делал другое. Он просто журналист? Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Сейчас многие россияне задаются вопросом, зачем Путину было убивать Навального и делать из него мученика перед самыми рискованными для него президентскими выборами. И пропаганда тут же подхватывает эту мысль, как и всякий раз, когда кремлевское руководство и лично Путин причастны к политическому убийству или военным преступлениям. На фронте наша армия вот-вот возьмет Авдеевку в окружение, на Украине стоны, парламент США отказался оплачивать оружие, Карлсон и правда оказался волшебником. Все в мире узнали, что Москва – лучший город на земле. Оттепель. Но вдруг неожиданно умер еще недавно активный и живой Алексей Навальный. Происходит это ровно за месяц, ровно в тот момент, когда российская оппозиция представляет собой пустое место, когда общественная позиция разворачивается в сторону России. Противная сторона вдруг получает подарок, который без сомнения вызовет в западном мире антироссийскую волну. Что будет дальше – посмотрим. Но неизбежно возникает вопрос – совпадение ли это? Или на шахматной доске кто-то сделал очередной шаг? Так и два года назад медийная обслуга Кремля отрабатывала ровно ту же повестку, когда рассказывала, что Путину невыгодно нападать на Украину, хотя в белорусском Мозоре уже вовсю шла репетиция вторжения и прорабатывался захват Киева за три дня. Продолжается подготовка к совместным белорусско-российским учениям «Союзная решимость-2022». В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования союзного государства на территорию Беларуси прибывают подразделения из состава вооруженных сил Российской Федерации. Активная фаза учений начнется 10 февраля. Добрый день. Начинаем наш традиционный еженедельный брифинг с подключением онлайн-журналистов российских и зарубежных. Немного задержалась, просто перепроверяла, вторгаемся, не вторгаемся, не вторгаемся. 24 февраля 2022 года все маски были сброшены, и взрывы российских ракет в десятках городов Украины показали, что Путин решил окончательно сжечь мосты с цивилизованным миром и теми россиянами, которые думают не так, как он. Мною принято решение по проведению специальной военной операции. Ее цель – защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. После этого единственным рупором псевдоправды стала говорящая голова Министерства обороны России генерала Коношенкова, а инакомыслящим теперь могут впаять штраф до 5 миллионов рублей или годы за решеткой. В Киеве бесчувствуют вооруженные банды, мародеров, грабителей и националистов. У националистов, украинских националистов, более 90 националистов. Бандеры автомобилей, батальоны украинских нацистов. Что именно стало причиной гибели Алексея Навального в колонии за Полярным кругом, по-прежнему неизвестно. Однако российская тюремная система использовала практически все способы для того, чтобы сделать его пребывание в заключении невыносимым физически и ментально. За что после смерти оппозиционера генералы-тюремщики из Федеральной службы исполнения наказаний получили внеочередные повышения. А сам Путин теперь может переключиться на новых жертв. Владимира Карамурзу, Илью Яшина, Сергея Горинова и многих других. И среди сотен заключенных, брошенных в тюрьмы по политически мотивированным делам, есть люди, подвергающиеся похожему давлению, которое часто угрожает их жизни. Редактор субтитров А.Семкин